Ну я же вам говорил, я же вам, сука, говорил, а вы-то мне, сука, не верили, проплачил только один проект, мой друг, мой друг, мой друг, он приехал ко мне, вот как-то так всё это происходит. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП, вся дополнительная информация в описании. Скорее всего, вы все знаете, что я хочу сказать в начале данного видеоролика. И разумеется, я хочу всем вам сказать, здравствуйте, ведь сегодня мы обсудим такую, знаете, важную новость, связанную с проектом, на котором я играю. И обычно, когда вот я что-то говорю, люди со мной как-то не соглашаются, говорят, да нет, да ты чего, такого точно не будет, ты несёшь какую-то хуйню, ты вообще там, я не знаю, параноик, у тебя шиза, ты долбоёб, у тебя просмотров мало, подписчиков мало. Ну и вот все вот эти вот, знаете ли, прочие вот эти вот хирлыки, которые на меня так изрядно пытаются навесить все, кому не лень. Там GTA-самп-ютуберы, зрители GTA-самп-ютуберов, там я не знаю, игроки каких-то определённых серверов и всё-всё прочее. А потом вот это вот, знаете ли, всё происходит, и я такой, знаете, спокойной душой говорю, ну я же вам говорил, я же вам говорил, блять, я же вам, сука, говорил, а вы-то мне, сука, не верили. Так, возможно, в следующий раз нужно мне всё-таки поверить и проявить себя немного с другой стороны, чтобы потом не выглядеть, возможно, некоторым идиотом в глазах других людей, которые сразу во всё это поверили и сказали, мол, да, вот так оно всё и есть. Я не хочу сказать, что информацию проверять не нужно, перепроверять за мной информацию не нужно или там, ну, если сказать, какой-то, возможно, сарказм, иронию в моих словах. Я, вот знаете, вот мой любимый тип юмора — это пост-ирония, когда вот вроде как непонятно, а человек шутит или человек, ну, вроде как, ну, действительно, вот нечто подобное думает, рассказывает, постулирует вот эти вот все свои суждения и всё прочее. Но сегодня, вот разумеется, мы говорим немного не об этом. Сегодня мы говорим с вами о ботах. О ботах на моём, таком, знаете, любимом сервере, на котором я играю уже более двух лет, причём не переставая. И все эти два года я играю, сотрудничая с этим самым проектом, снимая ролики на этом проекте и этот проект — Arizona Roleplay. До этого, когда у меня был англоязычный канал, я снимал на проекте Arizona Roleplay сервере Phoenix, сейчас этот проект не поменялся, сменился только сервер на Phoenix. Это самый первый сервер, на котором больше нету никаких ютуберов, и, в общем-то, ну, я тут чувствую себя спокойно, чувствую себя нормально. И вообще, у меня тут всё хорошо, я, в общем-то, всем доволен то, что вот я сейчас имею, играя и вообще снимая на данном проекте. И вот не так давно, около там нескольких месяцев назад, ну, возможно, уже там и год прошёл с некоторых видеороликах, когда я говорил, мол, то, что, ну, Абсолют Roleplay — это проект, на котором, вот знаете, боты. И постоянно, когда люди пытались мне доказать обратное, да нет, да ты чё, да мы играем на этом проекте, у нас вроде как всё нормально, мы там участвуем в каких-нибудь мероприятиях, у нас всё вообще заебись, у нас всё замечательно. А вот на твои Аризона РП, зайди там на центральный рынок, зайди там в какие-нибудь людные места, где ты увидишь эту тысячу онлайн, ну, скажи, пожалуйста. Ты, разумеется, насмотрелся там вот этих вот своих, знаете ли, вертечей, там, мистеров Киев, которым проплатили, разумеется, все эти проекты Аризона, там, я не знаю, какие-то прочие проекты. На моей памяти проплачивал только один проект, и такой, знаете, немного такую чёрную, такую смутную, какую-то непонятную рекламу всё это проплачивали. И, разумеется, я расскажу вам об этом в новом сампобзоре, который я сейчас уже пишу, вся информация появляется в моём Телеграм-канале, в моём Инстаграм-аккаунте, в сторисах. Поэтому, разумеется, вы на всё это можете подписаться, со всем этим можете ознакомиться, и вообще сказать, мол, ну да, ну ты в целом, как бы, ну, молодец, ты хороший человек определённо. Но неважно, сегодня ведь мы говорим немного не про то, не вот про всё это. Дело в том, что не так давно у моего дорогого... Вот я уже не знаю, как сказать, потому что в прошлый раз, когда я назвал человека своим другом, и сидел весь ролик рофлил с этого, мол, мой друг, мой друг, мой друг, он приехал ко мне к шараге, к моему колледжу, к моему учебному заведению, и начал спрашивать, типа, ебать, а почему мбрулёв пидорас? А чё ты про мою мать говорил? Я, разумеется, тогда извинился, мы с ним разошлись, всё, и больше не общаемся. У меня иногда бывает прогрессирует немного мой стокгольмский синдром, но это неважно. Это уже, давайте, в других видеороликах мы с вами это всё обсудим, может быть, в интервью, может быть, в прочих вещах. И вот, не так давно Ричи, приятель, мой GTA-самповский окруженец, если так возможно его назвать вообще, да мне, в общем-то, похуй, как его можно назвать. Он выпустил видеоролик, опять-таки, вот этот вот, знаете, его админ-патруль, в котором он там следит за читерами, кого-то банит, кого-то кикает. Всё это с приятным звуком, всё это под приятный такой, знаете, набор клавиатур. То есть, я считаю, что ролики Ричи, их вообще можно рассматривать не с точки зрения каких-нибудь игровых видеороликов, а с точки зрения вот таких, знаете, ASMR-роликов, под которые реально можно, так, знаете, включить их где-то у себя там на фон и поспать. Пока там не будет какой-то, знаете, напрягающей музыки, всего прочего, разумеется, там за 7 минут, я думаю, многие смогут заснуть и уже как-то, ну, я не знаю, видеть сны, там, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й. И, в общем-то, он в этом самом видеоролике, следя и баня за читерами, и вообще следя за игроками, и разговаривая с игроками, разговаривая с администраторами, он, так сказать, проходясь по аидишникам, он нашел людей, которые, так знаете, стоят в АФК, но в АФК они стоят так, что за ними невозможно проследить. Он пытался там машины выдавать, пытался к ним телепортироваться, но они как будто бы стоят вот просто в какой-то невидимке и качают аккаунт. И давайте вот с этого дня определимся на том, что вот существует только 2 типа ботов. Это боты, которых поставили сами руководители, создатели, разработчики, администраторы проектов для того, чтобы онлайн был побольше. И боты, которых ставят сами люди, когда вот, я не знаю, хотят прокачать себе какие-нибудь твинки, возможно, там, какие-то пустышки, потом продать их на каких-нибудь читерских форумах, либо не совсем читерских, либо просто, там, знаете, на всех вот этих вот площадках, на которых можно совершать товарно-денежные отношения и вообще как-то вот участвовать во всей этой капиталистической цепочке. И вот как-то так всё это происходит. И знаете ли, в чём дело? Что я мог понять? Игроки, которые вот, Абсолют Ролеплей игроки, которые тогда мне в комментариях писали, мол, то, что да ты чё, да вот на Абсолют Ролеплей на нём нету ботов, на нём вот просто их нету. А вот на твоём проекте под названием Аризона Ролеплау, Аризона РП и какие-то вот эти вот, знаете, прочие синонимы твоего этого проекта, вот на нём боты как раз-таки есть. То есть, почему ты про это ролик не снимешь? Почему ты не расскажешь, что вот на твоём сервере есть тоже вот эти вот самые АФКшеры, которые могут качать себе аккаунты, которые могут стоять на центральном рынке, которые могут делать все прочие вещи? Но вот только проблема в том, что потом всех этих АФКшеров с центрального рынка и вот со всех прочих вещей, я могу увидеть в игре чуваков с Абсолют Ролеплей, ну вы вообще их в игре как-то видите, вот те, кто стоят на спауне, вы потом их где-то там, я не знаю, наблюдаете или нет? Нет, возможно, чтобы просто придумали вот сами себе вот это вот всё оправдание, чтобы возможно себя как-то успокоить, что и вот я играю на этом проекте, я куда-то там непонятно трачу свою молодость, я непонятно что делаю, но со мной также проёбывают молодость там ещё тысячи человек, может быть 800, может быть 600, может быть 500, может быть там ещё какие-то вот эти вот определённые люди со мной также всё это делаю, чтобы просто, знаете ли, не было одиноко, не было обидно, что вот не один я всё это делаю и возможно на Абсолют Ролеплей и в самом деле есть свой какой-то, знаете ли, онлайн, есть какая-то своя аудитория, но я уверен, что онлайн там порядка 150-200 человек настоящий, это если повезёт, а своя аудитория, это чисто такие, знаете, игроки, которые озлоблены, которые постоянно ищут информацию по поводу Абсолют Ролеплей, которые постоянно там, я не знаю, они могут смириться с тем, что проёбывают свою молодость непонятно куда, хотя могли бы там, я не знаю, ракеты в космос запускать, могли бы там, я не знаю, сайтики верстать, вот у Аракена, кстати, у моего, возможно, коллеги, хотя он не сам снимает, но тем не менее у моего, такого, знаете, коллеги в целом по Ютубу вот есть как бы такие, знаете, гайдики по всем вот этим вот фрилансам, по всему остальному и там вы можете всё это, разумеется, понять, рассмотреть и вообще, ну, ко всему этому возможно прислушаться. А в целом, я играл на проекте Аризона Ролеплей Феникс, IP, а также мой никнейм Данте Коннор, а также мой промокод находится в описании, там же находится ссылочка на мой телекрам-канал и вообще там находится много всего, поэтому заходите, ознакомливайтесь со всей информацией, читайте мой телекрам-канал, посты там каждый день в 20.00 или позже, или раньше. Всем спасибо за просмотр, увидимся тут же завтра в 20.00, либо немного попозже, либо немного пораньше, в общем-то, как пойдёт. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok